Возвращаемся к теме дня рождения Забайкальского края. Ровно 11 лет назад в его состав вошли Агинский, Бурятский автономный округ и Читинская область. По этому случаю сегодня в Доме офицеров прошло торжественное собрание. В 2008 году с карты России исчезли сразу два субъекта. Читинская область и Агинский автономный округ. Но появился новый большой регион, Забайкальский край. 11-й годовщина отмечается уже в составе Дальневосточного федерального округа. Это открывает для нас самые серьезные перспективы. В федеральной повестке в развитии дальневосточных регионов приоритетнейшая стратегическая задача. Как сказал в своем послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, дальневосточные регионы должны развиваться опережающими темпами и достичь уровня жизни выше среднероссийских. Забайкальский край сегодня участвует в 11 национальных проектах. В них запланировано строительство школ, детских садов, ФАПов, реконструкция больницы, драмтеатров в Чите. И все это, невзирая на условия и трудности, делают люди по-настоящему радеющие за свой край. Не случайно в День образования Забайкальского края чествуют их почетных граждан. Название присвоено бывшему начальнику Читинского военного гарнизона, полковнику Владимиру Ивановичу Вербичу и заведующему отделения Краевой клинической больницы Борису Николаевичу Хавеню. Ну, елки-палки. Тяжелое? Да нет, тяжелее было в жизни. Награда и не одна, и есть за что. Борис Николаевич Хавен – врач-хирург. Более 40 лет отдал здравоохранению Забайкальского края. Из них 30 лет руководит одним из сложных отделений гнойной хирургии. Шутит, что говорит красиво он не умеет. Больше человек дело. Этому, а еще терпению и стойкости учат подрастающих хирургов. Это совсем другие люди, совсем другое поколение. Им надо все и сразу же. А чтобы вложить и чтобы выстроить, это у них не хватает ни времени, ни желания. Я им передаю, рассказываю, показываю. Заслуженную награду получил и главный консультант СССР и ГДР по флюориту и бариту. Человек, обосновавший новую стратегию наращивания минеральной сырьевой базы на Юге-Востоке Забайкалье – Юрий Васильевич Павленко. Первый открыватель месторождения полиметаллов, золота и циолитов. Екатерина Вершинина, Татьяна Лапузная, Вести, Чита.